Магия смысл 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 Мусульманин на мусульманке, но тут есть одно исключение. Исключение, вот в самом либеральном положении находятся мусульманские мужчины. Мусульманским мужчинам разрешено брать в жены христианку и еврейку. Только мусульманским мужчинам в Израиле разрешен в неконфессиональный брак. Им разрешено с представителем любой единобожной конфессии аврамических религий, то есть христиане и евреи. С чем вызвана такая либерализация в отношении мусульманских мужчин? Почему они так либеральны? Почему шариатский суд разрешает мужчинам, мусульманам, жениться на представителей других конфессий? А, допустим, христиане или евреи запущают. Почему? Когда тот же православный... Православная регистрация требует, что если хочешь выйти замуж за православное, переходи в православие. Если хочешь жениться на еврея, жениться на еврейке или выйти замуж за еврея, проходите ги-юр, то есть вступайте в иудаизм. Чем это связано? Это связано не с тем, что ислам самая прогрессивная и самая либеральная религия, а с тем, что вот такой сексистский стереотип, который есть в исламе, в данном случае работает как либеральное правило. Что имеется в виду под сексистским стереотипом? Потому что ислам вообще исходит из такого предположения, что у женщины нет души, либо ее душа не похожа на душу мужчины. У нее в любом случае нет такой души, как у мужчины. А поэтому не имеет большого значения, какова ее религиозная принадлежность. Она поле, которое пашет в лук. Поэтому мусульманскому мужчине разрешен вне конфессиональный брак, а всем остальным представителям различных религиозных конфессий не разрешено. Теперь, в Израиле на данный момент есть более 300 тысяч граждан Израиля, которые определены законом, как люди, лишенные религиозной принадлежности. И они вообще-то не могут заключить брак в пределах страны. Об исключениях я объясню. Но, в принципе, это 300 тысяч лояльных государств Израиля людей, которые записаны как люди, которые не могут заключить, как люди, не имеющие религиозной принадлежности. А если брак можно оформить только в религиозных конфессиях, то они не могут заключить брак в Израиле. Теперь, ну и среди еврейского населения, чья принадлежность к иудаизму подтверждается ортодоксальной галахой, есть несколько групп, которые не могут заключить брак в Израиле. И о них мы будем говорить тоже. Например, это невозможен брак между Коэном, ну то есть, допустим, человеком с фамилием Коган, Кун, Каганович и разведенной женщиной. Коэн и разведенная женщина не могут заключить брак. Или Коэн не может жениться на женщине, которая пришла ги-юр, то есть, стала празелиткой, перешла в иудаизм. Есть запрет на браке с мамзерами, ну, незаконно рожденными. Если есть, ну, такая, мамзер, допустим, женщина была в браке с одним и родила от другого, ребенок считается мамзером. Нельзя, не могут заключить браке с соломенные вдовы, то есть, женщины, которые не получили от мужчин официального, ну, официального развода. Есть еще несколько групп. Не могут заключить брак в Израиле люди, которые пришли ги-юр в рамках неоктодоксального иудаизма, то есть, консервативного или реформистского. В этом отношении есть октодоксальная монополия на брак. Теперь, если мы берем проблему брака в Израиле, то у нее есть примерно шесть этажей. Это шесть этажей, которых следует разобрать один за другим, не смешивая одно с другим. Этаж номер один – это право на гражданский брак для двух неевреев, то есть, для двух людей без религиозной принадлежности. Для двух людей без религиозной принадлежности – это меньше всего волнует равенат, меньше всего волнуют другие религиозные органы. И тут они готовы были бы дать, пожалуйста, ребята, это нас совершенно не волнует, как два нееврея или два немусульманина будут заключать брак между собой. Проблема, однако, начинается в том, что, поскольку существует религиозный брак, то два сунита могут, два шиита могут, католика-католичка могут, но вот двое без религиозной принадлежности куда им идти. Вот специально для этих людей лет десять назад от пакта НДИ решила провести законопроект и сумела различными коалиционными вещами добиться того, что в Израиле был проведен закон, так называющийся Бритасу Гиют – Союз Пар. Союз Пар, во-первых, это было не женитьба с точки зрения израильского законодательства, но самое худшее заключалось в том, что если при обычном бракосочетании ты должен доказать, допустим, равенату, в том, что ты являешься евреем, и тогда они тебе разрешают заключать брак, то при Бритасу Гиют, то есть вот этого в брачном союзе, надо было получить справку от всех религиозных инстанций о том, что ты не являешься их пастрой. И когда они, равенат, не готов тебя впустить иудаизм, он говорит, не, 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 нам надо проверить все остальное, но у нас еще больше неохоты готов тебя выпустить. Он говорит, подождите, а мы не проверили, а вдруг вы все-таки наши. И получалось, что эти люди, у них бюрократические проволочки гораздо больше, чем если бы они просто шли через религиозную инстанцию, через которую они не могут пойти. Но, кроме всего прочего, в документах у них будет написано не женат, а находится в брачном союзе, находится в парном союзе. Поэтому для большинства этих людей было легче просто сесть в самолет, полететь куда-нибудь на Кипр, в Болгарию, в Прагу, и заключать брак там, и вернувшись, просто попросить у Министерства внутренних дел зафиксировать брак, потому что браки, зафиксированные за границей, израильское МВД учитывает. Но оно не дает этим людям заключать брак внутри Израиля. Теперь вторая группа. Это вот то, что мы говорили о Псулейхитун, запрещенные брак в ютаизме. Равин, то есть Коэн и разведенная, Соломиная вдова, Мамзеры, Коэн и Гиорат, Коэн и женщина, прошедшая Гиор. Их проблема... Оксадоксальный юдаизм признает эту проблему и понимает необходимость ее решения. Но внутри раввинистического права, внутри нынешнего религиозного права в Израиле этой проблемы решения не может быть. Третье. Право на гражданский брак для смешанных пар. Ну, например, еврей и нееврейка. Вот тут, в этом отношении, это уже третий этаж, и это гораздо более жесткая тут начинается борьба, потому что с точки зрения иудаизма это запрещено. Всеобщий запрет на вступление в брак с неиноверцами, он появляется в книге Эзры, которая объявляет евреев носителями священного семени. А следовательно, это священное семя не надо распылять, и поэтому запрещены браки с неевреями. Это, в принципе, вещь, за которую ортодоксальный иудаизм будет драться из-за всей силы. Евреям запрещается родниться с другими народами, и тамудическое право, оно настаивает на этом. Это третий этаж. И когда в Израиле, и мне был спор, я помню, с Равином Ашагафни, представителем финансовой комиссии, еще лет 15-17 назад в Кнезете, и он мне сказал, что если мы разрешим вам гражданские браки, то мы должны будем открыть себе, там, сварим-сварим книги-книги, и регистрировать, кто как женился, для того, чтобы отличать евреев от неевреев. Я сказал, ну, в принципе, ведь эти же все люди, они могут спокойно выезжать за границу, что и делают сегодня, и заключать брак там. Но ему это гораздо легче, чем разрешить это внутри Израиля. Следующая группа, следующая группа, это четвертый этаж, это право на гражданский брак для двух евреев, которые просто не хотят идти в рабанут. Не хотят по разным причинам, но в том числе, то есть не только евреи, представители не хотят идти к различным религиозным конфессиям, ну, хотя бы потому, что религиозная процедура, хоть в юдаизме, хоть в исламе, она унижает женщину. Брак – это фактически форма покупки женщины. Этим кольцом он покупает ее и так далее. Брак – форма покупки женщины. Это унизительно для женщин. Многие мужчины это понимают, и многие просто не хотят идти на эксадексальную церемонию, этот брак. Здесь разрешить тем, кто не хочет идти, идти в гражданский брак, для равената еще более тяжело. Ну, хотя бы потому, что это борьба за монополию, это борьба за деньги. Пока существует раввинистическая монополия, монополия религиозных судов в брачном законодательстве. Они не готовы отступать. Они не готовы отступать именно из-за вопроса денег. Это четвертый этаж этой проблемы. Причем, знаете, в 2003 году, я помню, я принимал участие в заседаниях комиссии Рони Барона, которая должна была тогда, в 2003 году, подготовить проект закона о гражданских браках. И вот тогда у вас готовились разные формы. И тогда это провалилось, как и сейчас. Хотя вроде бы было коалиционное соглашение по этому поводу. Но тогда приводился пример, что с 1973 года по 2003 год население Израиля увеличилось вдвое. А вот количество браков, заключаемых в Израиле, осталось в 2003 году ровно на той же цифре, что в 1973 году. Что это обозначает? Что огромное количество израильтян либо заключает брак из-за границы, либо живут в статусе едово-быцебург, то есть неоформленных отношений. Когда общество знает, что это пара, в принципе, на них действуют те же самые законы, что на семейные пары. Просто они не оформили свой брак. Либо едут за границу и заключают брак там. Это четвертый этаж проблемы. И, наконец, пятый из шести этажей это постоянно поднимающийся вопрос о браке для представителей сексуальных меньшинств. Допустим, брак между двумя геями или брак между двумя лесбиянками. В прежние времена этот иудаизм ответил грозным рыкам, что это мерзость, перед лицом Господа, из-за которого погибли с дом и гамора. И это не может получить статус в еврейской крае стране. Сегодня такого рыка нету, но нету идеи признания таких браков. Хотя, тут очень интересная вещь, что перед выборами 2015 года тогдашний министр обороны Маше Буге Айлон он говорил, что он видит себя в Кнессете в качестве защитников ЛГБТ-общины и в качестве продвигателя темы однополых браков. И также о теме однополых браков не раз заявлял о том, что он хотел бы их продвинуть руководитель религиозной партии сегодня, это партия Эмина, раньше это было еврейский дом, Нафтали Беннет. Причем, что интересно, что тот же Нафтали Беннет, он голосовал против гражданских гетеросексуальных браков. То есть, что у нас получается? У нас получается, что вполне возможно вот такой нормы, которая есть для Европы и для большинства стран мира, подавляющего большинства, 99% стран, о том, что в стране должны быть обычные, нормальные, гетеросексуальные браки, которые можно заключить не религиозным способом, у нас этого нет, а вот формы, способа заключения ЛГБТ браков у нас это скорее продвигается и скорее будет. И тут очень интересная вещь, что может быть геи и лесбиянки они сумеют продвинуть гетеросексуальные браки, в том числе для тех, кто не считается евреями по Галахе и выходцев из бывшего Советского Союза. И это будет очередным израильским парадоксом. Чем это вызвано? Это вызвано с тем, что представители ЛГБТ общины гораздо более солидарно борются за свои права, чем выходцы из бывшего Советского Союза, которые к такой борьбе не приучены. Ну и наконец шестая группа, шестой этаж этой проблемы это право заключать регистрированный брак в альтернативных религиозных структурах. Ну то есть допустим у реформистов и консерваторов. Здесь религиозный истеблишмент актодоксальный будет идти насмех до конца. Почему? Потому что это тем более вопрос денег и это вопрос монополии, которые нужно сохранять. Так вот, но факт, что в Израиле до сегодняшнего дня нету гражданских браков. То есть в Израиле нету вещи, которая должна быть обеспечена правами ну то есть правами человека. Декларацию прав человека Израиль подписал гостифицировал, а ее нету. А почему нету? Потому, потому что и мы оказываемся в ситуации, что в принципе таких стран, где нету светских браков, их очень мало. Ну, фундаменталист к фундаменталист Иран, ваххабистская Саудовская Аравия и светская демократическая и еврейская демократическая государство Израиль. И это в принципе плохая компания для моей страны по-любому. Теперь ситуация осложняется и тем, что раньше право на брак фактически осуществлялось огромное количество населения, которому запрещен брак внутри Израиля за пределами страны. На Кипре, в Греции, Болгарии, Праге. Но сегодня коронакризис и выезд из страны запрещен. И фактически получается, что в государстве есть группа населения, в которой полностью, тотально отказан брак, отказано право на создание семьи, отказано право на оформление ячейки общества. Правильно, любовь? Хотя с позиции того же иудаизма, который почитает брак и порицает безбрачие, это совсем неправильное дело. С вами была программа Магия смысла и я ведущий Давид Эдельман. Редактор субтитров